итак здравствуйте меня зовут руслан тюлин значит я работаю в академии преподаю уже на протяжении шести лет ну а так я графический дизайнер с опытом более 12 лет сегодня мы с вами рассмотрим брендинг айдентику создание логотипа точнее весь курс у нас на это рассчитан сегодня мы уделим этому часть времени а именно поговорим вначале о брендинге что это такое с чем его едят как делаются логотипы и вообще какого вида они бывают окей начнем с того что такое брендинг что такое брендинг многие слышали это слово кто-то не различает логотип от брендингов что такое лого что такое брендинг давайте начнем с того что логотип это элемент брендинга который в принципе отображает характер компании и его визуальную какую-то часть что такое брендинг брендинг непосредственно характеризует компанию не только за счет логотипа но и за счет шрифтов за счет цвета элементов я не знаю даже может сопровождаться какой-то музыкой которые присущи только данному бренду типа дано и что-то вот в этом роде тут пошла реклама да в общем значит что еще можно сказать о брендинге брендинг это процесс создания управления брендом который включает себя разработку и продвижение уникального имиджа логотипа слоганы других элементов которые отличают одну компанию от другой на рынке естественно для того чтобы как-то на конкурентном рынке выделить себя логотип ваш а также вообще в целом брендинг он должен быть запоминающимся ярким интересным ну и своеобразным естественно зачастую логотип а также элементы брендинга они подчеркивают непосредственно сам характер продукта ну и компании многие компании с прошествием лет делают ребрендинг компании что такое ребрендинг ребрендинг это замена не только логотипа но и непосредственно каких-то элементов цветов философии компании например раньше целевая аудитория компании была от не знаю 25 то не знаю до 60 то теперь у нас целевая аудитория стала молодежной естественно тот логотип то позиционирование которое было до этого не соответствует нынешним критериям нынешним требованиям поэтому компания делает ребрендинг и непосредственно меняет свою философию меняет она логотип меняет какие-то стили иллюстрации ну и вообще свое поведение относительно своего продукта на рынке ну посмотрим что пишет ребрендинг это процесс изменения имиджа логотипа название дизайна маркетинговой стратегии бренда с целью усиления его позиционирования на рынке привлечения новых клиентов опять-таки если мы посмотрим какие компании подвергались ребрендингу сказать что компании которые не подвергаются ребрендингу их можно просто посчитать по пальцам это единица а вот компании которые подвергались ребрендингу такие как например мастер-класс лего или тот же apple который с 1976 года претерпел несколько изменений изменений не только логотипа но и имиджа позиционирования в начале например в логотипе я подписался apple компьютер то есть они позиционировали давали свое название в дальнейшем добавив сюда новую иконку сделать новый элемент они убрали со временем свое написание потому что компания стала уже брендом кстати бренд отличается от логотипа хотя многие путают что бренд и логотип создайте мне бренд нет бренд создает сама компания это непосредственно целевая аудитория которая доверяет данной компании и в принципе бренд именно как раз таки базируется на доверии логотип же лишь основная основной из элементов брендинга лишь какая-то часть из элементов брендинга вот ну вот опять таки чтобы шагнуть в ногу со временем мастер-класс который был ну относительно объемным упростил свой логотип и сделал его в стиле flat очень все простенько читабельно без излишеств что касается лего тоже старый логотип выглядит немного перегружена новый же логотип намного проще и похож как раз таки на кубик лего ну понятно что с компанией apple приз как произошло то же самое то есть опять-таки свеяние моды меняются логотипы какие-то логотипы плоские какие-то объемные да то есть когда был популярен какой-то объемный дизайн или же например какой-то стекломорфизм был популярен хотя сейчас он тоже актуален да или же какой-то футуристичный логотип то в 2007 году в принципе apple подвергся этой моде сделал какой-то футуристичный логотип типа металлический с объемом с тенями и со всеми делами но 2017 году 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 он упростил свой логотип и сделал его в стиле flat design то есть очень простой но опять-таки казалось бы яблоко и яблоко но на рассмотрение на разработку точнее логотипа уходит множество времени не только с точки зрения там фантазии или просто рисование а с точки зрения еще построение этого логотипа потому что у каждого логотипа есть модульная сетка то есть есть какая-то взаимосвязь между элементами нашего логотипа даже если мы просмотрим современные логотипы какие-то другие да не обязательно не обязательно apple множество логотипов на сайте например логопонт мы увидим что какие-то идут на ногу со временем какие-то очень консервативные опять-таки логотип он должен быть запоминающийся он должен быть интересный а также подчеркивает непосредственно саму компанию да то есть насколько это у нас соответствует требованию заказчик значит что можно сказать о логотипе при создании логотипа нужно в принципе задумываться о том насколько продуман наш логотип насколько он прост делать сложные логотипы иногда не имеет надобности почему потому что все гонятся сейчас за простотой простота это один из критериев логотип логотип должен быть легко узнаваемым и запоминающимся поэтому не должен быть точнее должен быть должен быть простым и четким что еще можно сказать логотип должен быть уникальным логотип должен отличаться от других логотипов и быть уникальным а именно он должен выделяться по отношению к другим логотипом Потому что на данном этапе жизни вообще на рынке очень много различных компаний, которые занимаются плюс-минус одним и тем же. И каждый логотип, чтобы выделиться как-то на рынке, должны иметь уникальный логотип, уникальное позиционирование себя на рынке. Окей. Дальше. Логотип должен быть читабельным. Если мы посмотрим предыдущий кадр, то мы увидим, что вот здесь Lego System. Lego System не очень читабельный. Почему? Потому что при уменьшении слово System, оно просто съестся, сканкуется и будет нечитабельно. Поэтому, в принципе, наш логотип, он должен быть читабельный при любом соотношении. То есть при уменьшении логотипа, при увеличении, ну при увеличении понятно, что и так, и так можно его прочитать. Но при уменьшении логотипа у нас, в принципе, должна быть читабельность. Поэтому желательно использовать те шрифты, которые хорошо читаются. Тавтология, но это так и есть. Если мы используем, например, какие-то рукописные шрифты, там очень такие все нагроможденные, красивые и так далее, мы должны понимать, насколько наше слово короткое. Чем длиннее слово, тем более четкий должен быть шрифт, чтобы все эти завитки нам не мешали прочитать наш логотип. И посмотреть вообще, как это все дело выглядит. Окей. Дальше. Логотип должен быть адаптивным. Дело в том, что логотип может размещаться на различных носителях. Он может размещаться на бумаге, может размещаться в цифре, либо сам логотип может вышиваться, печататься на майках, а также может быть частичная лакировка или же теснение на визитных картах, на бланках, да и вообще на открытках или где-то еще. Так вот. Поэтому наш логотип должен быть адаптивным и иметь возможность закрашиваться либо одним цветом, либо иметь вообще альтернативу. Если у нас сложный логотип, например, какие-то элементы закрашены большим количеством цветов, в принципе, это приемлемо. Хотя есть правило, что в логотипе не должно быть более четырех цветов. Но если мы посмотрим, опять-таки, на современные логотипы, то мы увидим, что тут и градиенты, и переливы, и уйма всяких интересных элементов и цветов. Но при этом у данного логотипа должна быть какая-то альтернатива. То есть, если у вас, например, один цвет заходит на другой цвет, то, в принципе, при печати или там при полной заливке данного логотипа у нас многие цвета просто будут съедены в цифре, они отображаются великолепно. Но печать, например, это не позволит сделать. Или же нам нужно просто сделать штамп. То есть, невозможно штамп сделать с плавными переходами от одного цвета к другому. Это трудоемко и да и нецелесообразно. Ну так вот. Поэтому мы должны продумывать каждый шаг при создании логотипа. Дальше. Цветовая гармония. Ой. Цветовая гармония. Логотип должен использовать гармоничную цветовую палитру, которая будет соответствовать бренду и привлекать внимание. Естественно, если у нас какая-то молодежная компания, то целевая аудитория от 15 лет до 25. В принципе, логотип должен быть кричащим, интересным, молодежным. Но если у нас целевая аудитория от 25 плюс или от 45 плюс и так далее, и вообще данная компания, она производит у нас новина какие-то там. Прям дорого-богато. Дорого-богато. Да и логотип тогда должен быть соответствующий. В данном случае логотип может использовать в себе геральдику, золото или же теплые тона, коричневые, например, или бортовые с примесью золотого. Все зависит от целевой аудитории и от позиционирования компании. Потому что если у меня молодежный бренд, и вдруг я сделаю такой вот самбалинский логотипчик, то есть такой прям жесткий-жесткий, то в принципе оно как-то не зайдет. То есть, ну окей, мне 15 лет и я хочу купить скейт, и вдруг на скейте у меня будет логотип какой-нибудь, там не знаю, золотые вензеля и вот это вот все богатое, дорого-богатое. Нет, оно вообще не то. Поэтому мы должны учитывать и это, что бренд и логотип. То есть они должны быть взаимосвязаны, и цветовая палитра тоже, естественно, должна быть взаимосвязана непосредственно с позиционированием нашего бренда. Окей. Соответствие бренду. То логотип должен отражать характер и ценности бренда. Он должен быть связан с названием бренда и передавать его основную идею. Окей. Это правило имеет место быть, но не всегда, потому что иногда логотип может быть абстрактный и вообще никак не связан с самой компанией. Например, компания Shell. Ракушка, логотип, ракушка. Все замечательно. Или же компания Apple. Да, тоже там яблоко, яблоко, хотя компания вообще занимается техникой. Но есть компании, где логотип, точнее элемент логотипа, он никак не связан с названием. То есть данный логотип является абстрактным. Поэтому это правило мы можем придерживаться, но можем и при согласии, при обсуждении с заказчиком, мы можем, в принципе, не придерживаться этого правила, а все очень-очень-очень лавирует на каких-то полутонах. Поэтому все относительно. Стиль. Логотип должен соответствовать стилю и требованиям бренда. Он может быть современным или классическим. Должен соответствовать общей концепции бренда. Это имеет место быть. Особенно тот момент, что логотип должен быть современным. Хотя, если мы посмотрим на какие-то логотипы, которые очень редко претерпевали ребрендинг, то есть компании, которые редко претерпевали ребрендинг, изменяя свой логотип, то мы увидим, что, в принципе, данный логотип, он простой и он как бы создается на века. Вообще хороший дизайн создается на века. И если мы будем в тренде все время, то есть делаются логотипы какие-то трендовые с переливами, с градиентами, либо они у нас будут вообще какие-то объемные, не знаю, 3D-шные и так далее, и так далее. Окей, сегодня может быть 3D в моде, или переливы какие-то у нас в моде, но завтра мода на этот логотип, на этот тренд точнее пройдет. Поэтому нам нужно будет заново что-то менять, продумывать. Зачем? Зачем, когда можно создать что-то простое, которое будет с нами на века, то есть которое останется с нами надолго и будет позиционировать политику бренда, с самой компанией. Вот, в принципе, как-то и все. Так, про все рассказал, какой я молодец. На следующем видео марафона мы с вами поговорим о дизайне логотипа, то есть какого плана логотипы бывают, как их вообще разработать, что с ними делать и как их едят. Увидимся с вами, так что до завтра.